Ой, вы гости, господа! Вы откуда и куда? К нам попали вы случайно? А, совсем нечаянно? Что ж, пройдемте к нам скорее! Сколько взрослых и детей! Здесь и взрослые и дети самый лучший люд на свете! Рады очень видеть вас! Надеемся, не в последний раз! Проходите, не стесняйтесь! На тропе располагайтесь! Эта мудрая тропа вас обучит детвора! Как по ней вы все пройдете, уйму знаний вы найдете! И вернетесь в школу вы, даже поумнее совы! Что ж, давайте начинать! Нашу тропку познавать! Вот все! Всех рады видеть! Всех с хорошим, позитивным настроем! Погода замечательная! Она прямо сегодня нас радует! И говорит, Лен, держайтесь, боритесь! Значит, прежде чем начать наше с вами увлекательное путешествие, я хочу загадать вам! Весной ветерит, летом холодит, осенью питает, а зимой согревает! Правильно говорим на калистратом! Что это такое? Вообще простая загадка! Ну, это все! Ну, стойте! Где мы с вами находимся? В лесу! В лесу, конечно же, это лес! И прежде чем нам с вами отправиться в путешествие по лесу, нам нужно с вами ознакомиться с чем? С правилами поведения в лесу! Да? Первое правило, это какое? Конечно, мы все с вами не в вечерних платьях, да? Не в нарядных суфлях! Мы одеты с вами, соответственно, да? Если это весенний период, значит, мы с вами должны соблюдать противоклещевой период! Что для этого нужно, молодой человек? Подсказывайте! Я смотрю на вас, да, вы соответственно одеты, да? Вы заправили сумочки в носочки, сапоги обязательно, курточка, чтобы все рукавчики были плотно прилегали на резиночки, да? Тем самым мы спасаемся! Какие еще правила вы знаете поведения в лесу? Не надо шуметь! Обязательно! Мы сохраняем тишину, тем самым мы соблюдаем спокойствие, царство природы, да? Мы здесь в гости, да? Еще нельзя оставать от грузки! Обязательно! Мы идем друг за другом по тропинке, при этом мы не рвем, не срываем, не нарушаем, да? растения, не ломаем муравейники, да? Еще что делаем? Тут подсказки есть, даже смотрите! Мусор не разбрасываем, да? Не шумим, деревья мы не ломаем, растения не срываем, да? Мы с вами не забываем о том, что мы в лесу всего-наприво. Там вас ждет менее увлекательная, интересная история. Давайте все дружненько, соблюдая правила поведения в лесу, друг за другом по тропочке идем на следующую станцию. Зимой он не активный, потому что он не приспособлен для ползывания по снегу. Поэтому они спокойненько живут, да, но они в спячку не впадают. Они спокойно, тихо живут, размеренно, и грызут свои веточки. Самка рожает, как правило, 3-4 детеныша. Причем через 2 недели детеныши уже рождаются готовыми, не лысыми, как у крыс, допустим. Вот у многих грызунов же лысые, рождаются умышленные. А здесь нет, они маленькие такие, бобрята. Уже маленькие бобрята, готовые к жизни. И через 2 недели они перестают маму кушать, ну еще, может, бегают, кушают, но очко у мамы. А в основном они тоже начинают лить веточки, деревья и так далее. Примерно через год-два его отправляют в свободное путешествие, строят где-нибудь дальше плотинку, делают виды. Вот так вот они живут. Ну, я надеюсь, что мы сильно тут не распугались, но если здесь когда-то вот будете, старайтесь, конечно, такой шум не создавать. Просто представьте, у вас по крыше кто-то носится, да? Супает и бегает, поэтому можно было бы купить кого угодно, не только такого крупного зимуа. Так, вопросы есть по нему? Нет. Нет? Ладно, пойдемте дальше. Потому что здесь собраны рисунки знаменитого орнитолка Рябинцева. Это он изучал постоянно. Вот видите, написано, Рябинцев, животный мир России, птица, западная Сибирь. Вот он самый сильный орнитолог по западной Сибири. Это картинки из его учебника. Здесь собраны практически все птицы, которые обитают в лесу. Вы можете просто, подойдя к баннеру, уже разглядывать и смотреть, как они выглядят, эти птицы. Вот смотрите, зерноядные, домовые воробей, полевой воробей, зяблик, щегол, печетка, бьюрок. Видели эти птицы? Да. Вот. Лесные птицы, уже конкретно, которые не вылетают на территорию, там где живут люди. Ну, может, в парк вылетают. Поползи. Да. Зеленушка. Да, поползи часто видели. Вот, чиз, пищуха, щур, хлёст еловик, вороновые. Но эти уж, я не знаю, это наши синергисты, они так любят с человеком быть, что везде и всюду, да? Ну, я суйку не беру, а беру вот серая ворона, галка, сорока. Дятлы. Вот все дятлы, они тоже встречаются часто. Видели дятл? Да, да, Вот. Особенно вот у нас наиболее распространён большой пёстрый дятел. Наиболее распространён. и столовые дятла порой видно. Скажите мне, правильно ли говорят, что дятел это санитар есть? Да. Нет. Так, у тебя какая информация? Ну, они делают дырки в деревьях, а другие птицы приносят потом туда как бы семена грибов, те самые размножаются, питаются от него. Он ещё есть много, ну, он эти дырки делает для того, чтобы там личинки были. да, да, чтобы выловить там и покушать. Конечно. То есть у нас почему-то мнение, что всё это наоборот. Нам кажется, что он наоборот от личинок очищает, а он сам эти дырки сделал. Он специально эти дырки сделал, чтобы потом туда попали личинки, яйца отложили, появились личинки, и он уже прилетает, и знаю, где-то у меня тут в дырочке жирненькие чернички. Понятно? Такой вот он, хитрый. Поэтому дятлы, это не санитары. Синицы, вот эти все синицы тоже существуют. Ну и потребители ягод, так сказать, мигрирующие птицы, да? Видели этих птиц? Да, свиристели, вот её прямо скоро будет. Дрозд рябинник, чёрный дрозд, дубонос, вот они, ну дубонос редко встречается, но вот уж свиристели, видели все, как они любят наши яблочки. Причём объедаются их так, что некоторые пьянеют и даже умирают. Да, забродившие вот яблочки, они могут умереть. Так, ну, вот когда будете рассказывать своим ребятам, ученикам, вы уже будете смотреть по таблице и вот этих всех птиц узнавать. Так? Вы же потом будете другим рассказывать, милышам будете рассказывать. Всё, пойдёмте дальше. Ну ещё разочек, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я зовут Галина Калисрат, она у меня очень необычное отчество, и я очень люблю красоту, такую русскую красу, которая называется берёза. Это родовое название, а видовое какое? Русская красота. Русская красота. Да, здравствуйте. Берёза, вид какой у неё? Бородавчатая. А ещё какая бывает? Висла. Повисла. Не висла, а повисла. А почему повисла? Висят, правильно. Значит, на сегодняшний день в мире у нас более 120 видов берёв, а у нас в России более 120 видов. И берёза в основном, как вы знаете, это у вас представляет, что это белосвольное. Но я вам показываю вот это вот необычное дерево. Да? Это тоже берёза, и она бородавчатая. И у нас, в наших районах, в основном, проживает, живёт, существует берёза бородавчатая именно. Но есть ещё берёза пушистая, у которой листочки необыкновенно пушистые, мягкие и гладкие. Представляете? То есть у нас, вот если листочек возьмёте, то он шершавый, и на нём бородавочки. А вот пушистая, она больше в основном в европейской части. И у неё листочки более гладкие. Представляете? Вот возраст живёт берёза бородавчатая у нас. Сколько лет думаете? Сто. Так, сто. А человек может прожить до сто лет? Да. Конечно может. То есть это вот возраст берёзы. Вообще лиственных деревьев возраст в основном 100-120, очень редко 200 лет. Хвойные живут сколько у нас деревья? Типа сосна. Можешь 200 лет могут Типа сосна. Вот эта вот сосна, да, допустим? Ну, как вам уже в 50-м годе. 300, 400. Это 300, 350, 400 лет. То есть хвойные, они потому что смолистые, и у них больше как бы силы, могущества к жизни. Представляете? А у деревьев, вот таких, у лиственных деревьев вот такая вот жизнеспособность. Но это вот берёза бородавчатая, это основная лиственная древообразующая порода вот в нашем, в нашей Тюменской области. Основная лесообразующая порода. Из неё очень много чего делают. Кто знает, что из неё её же делают? Основное такое. Ну-ка. Лени гляжут. Обязательно. Для чего, Веня, Кита? Ваня парит. И ещё что? Весной что мы из неё получаем? Сок. Берёзовый сок. А я делаю самогонку. Кому питательна самогонка, а в основном она очищает кофе. Понимаете? Очень хорошо. А ещё что, ребята? В медицине применяется что? Берёзовые почки. Да, собирают вот это вот. Очень много. В виде таблеток ещё вот этого делают. Значит, смотрите ещё какая особенность. Высота деревьев очень высокая. 30, 35, 40 метров. И по возрасту, если мы вот видим, вот я не зря подошла вот к этой берёзе, это очень старая берёза. Если мы говорим возраст 120 лет, то этой берёзе сколько лет примерно? 93, половина. Может быть. Нет, но лет 85 ей есть точно. А вот теперь посмотрите направо. Вот эти вот берёзы, которые пришли, что стоят. Это... У них стволик бывает коричневый. И после 10 лет у них меняется расцветка ствола. А вообще расцветка ствола разная бывает. Бывает вишнёвая, бывает серая, серо-бурая, бывает чёрная. Понимаете? То есть мы привыкли к вам, что у нас берёза только белая. Но у нас на Дальнем Востоке есть ещё очень различные берёзы, которые ствол у них меняются. Не белая, а допустим чёрная берёза или мохнатая берёза, которая отбивает. Теперь ещё смотрите, какая особенность. Берёза очень выносливое дерево. То есть оно может произрастать на очень... И плохих землях, это допустим песочные, высоко в горы поднимается. Выносливое дерево. И корневая система, вы представляете, да, корневая система? В принципе-то она у него очень глубоко проникает. И у неё очень хорошо распространены боковые корни, которые на несколько метров отходят друг от друга. Ну, в смысле, не друг, а вокруг вот кроны дерева. Ещё, ребята, вы все, наверное, знаете, я хочу вам рассказать такую историю. Есть такая песенка. Ты тоже родился в России, в лесу, полевом и лесном. У нас в каждой песне берёза, берёза под каждым окном. Это берёза, которая посажена в 1963 году на Мумаевом кургане. А песня эта сложена в 1965 году. Когда была биспа под Сталинградом, жители Сталинграда посадили вот эту вот берёзку. Это реальная история в 1963 году. Их было пять братьев, и четыре вернулись из войны, а один вернулся. И в честь памяти о погибших он решил посадить вот эту вот одну берёзу. А вокруг потом создали небольшую берёзовую аллею. Но человеческий фактор, может быть, знаете, какая-то такая несправедливость по отношению к деревьям. В 2013 году, когда исполнилось ровно 50 лет вот этой берёзе, это половина человеческой жизни, и половина жизни дерева, просто взяли и снесли вот эту вот аллею. Представляете? Печальная такая вот история. Но песня очень замечательная. Вы, наверное, может быть, даже и не знаете её. Но это Мамаев Курган, город Сталинград, а с этим называется Волгоград. Так что, если будет интересно, посмотрите информацию в интернете. Замечательно? Да. Всё, пойдёмте дальше. На влажных, кисловато вкусно. Просто сейчас были заморозки, и что от них осталось? Да, мёрт. Вот эта жёлтенькая мятая ёлочка, да? Ещё вот эта вот. Нет, это не хочешь. Нет, это не хочешь. Они стали вот такими некрасивыми. Вот эти, посмотрите. Нормашку. У овоща оказывается два типа победы. Это вечерние победы, такие бледно-розовые, длинные палочки. Она в лесу и спричала, да? Бледные. Эти побеги несут вверху спороносный колосок. Вы знаете, что хвощи это не цветковое растение. Это споровое растение, да? Помните об этом? Это древние растения, это споровое растение. И относятся они к классу хвощовых, отдел попарочек, длинновидных. То есть это группа наиболее древняя по сравнению с покрытосеменными. И они размножаются спорами. Так вот эти летние побеги, они их несут наверху вот этот колосочек со спорами. Споры высыпаются. Споры высыпаются. И здесь вырастает заросточек такой. Видите? Он совсем маленький. Очень маленький. Вот если у папоротника еще можно увидеть, он в виде сердечка, то у хвощей практически все не видно. И там происходит как раз вот слияние двух клеток, двух гомет, и вырастает уже летний побег. А летний побег это у нас что? Ёлочка. Помните? Вот. И поэтому у папоротника есть весенний побег и летний побег. А еще помните такие термины спорофит и гометофит? Или вы еще не учились в школе? Так, ладно, тогда голову вам пока не забиваем. Смена поколений идет спорофит и гометофита. То есть одно поколение одно растение несет в споры, второе вот он гометофит, он несет в гометы, которые дают уже новое растение. Значит, чем интересны хвощи? Ну, во-первых, помните вот этот период нашей планеты, страны чуть не сказала, каменноугольная. Помните каменноугольный период был? Когда были гигантские папоротники, хвощи и пловны. Видели картинки? Да, да. Вот там летали гигантские насекомые. То есть все, что сейчас у нас маленькое, такое незаметное, оно было тогда очень подручимым. Громадным. Да, громадным. А потом и папоротники, и хвощи и пловны стали маленькими. Вопрос, почему? Климат изменился. Тогда будет изменение климата. А? Изменение климата. Изменение климата. Что им надо? Им нужна вода. Вода им нужна. Вот для слияния вот здесь ганет, им нужна вода. Так вот, когда была большая-большая влажность, было много воды, был сплошной пар, то они могли себе позволить большие размеры. А сейчас им бы какую-нибудь капельку или росинку бы найти. Потому что даже не все могут себе позволить выбросить летний побег. Потому что если засушливое лето, они не смогут размножаться. Вот. И поэтому сейчас все эти формы перешли в маленькие, потому что они уложат маленькие капельки воды, которые у нас на планете сейчас возникают. Значит, хвощ, как его используют? В принципе, некоторые хвощи даже ядовителями являются. их есть не надо. Потому что некоторые говорят, ой, там можно молодые вот эти верхушечки летних побегов. Нет, не надо их есть, потому что это несъедобное. Тем более стебель летнего побега, он содержит большое количество кремнезиома. А этот кремнезиом он может подсарапать пищеварительный тракт и человеку, и животным. Вот. А хвощ, как лекарственное растение, его используют как мочегонное против отечностей и камней в почках. Вот благодаря своему химическому составу он очень хорошо прочищает почки и лечит, вот если заболевание, мочевыделительную систему вот здесь не существует. Вот это наиболее важное его такое значение. Ну, а в принципе, им просто можно любоваться. Красивенькие юлочки, да? Есть вопросы по хвощам? Нет. Ну, все, пойдемте дальше. У нас обязанность была собирать вот эти вот растущие плоды. Мы собирали все, что росло в лесу. И грибы, и ягоды, и шиповник, и березовые почки, и сосновую хвою, и сосновые почки, все собирали. И сдавали, принимали, была специально сеть аптечная, то есть мы высушивали их и сдавали туда в аптеку. А сейчас с этим, видимо, трудновато у нас немножечко. Поэтому вот существуют вот такие заводы, их тоже, они недавно были построены. И поэтому вот такая вот у нас система. Значит, шиповник еще применяется, я думаю, в озеленении, в городском озеленении, да? Да. Видели, да, что как бы 20... А скажите, вот в школах и детских садах можно применять вот для озеленения? Нет. Нет, почему? Нет, потому что они бывают некоторые завитые, а вот эти ягоды, они завитые. Да ты что? Я только сейчас говорю про витамины, а ты про яды. Это что такое? Это не шиповник. Из-за шипов. Из-за шипов не рекомендуется высаживать вот эти растения для озеленения в школах или в детских вообще учреждениях. Понятно? Теперь смотрите, вот собранные плоды, я еще вам еще такое скажу, басенку. Собранные плоды, которые на плантации хранятся всего два дня. И специальных и контейнерах хранят ей слоем вот примерно пять сантиметров. Но не на солнцепёке. Как только они пролежали у вас на солнце два дня, то это уже нужно выбросить. Непригодные. А где нужно сушить, получается, за два дня, чтобы высушился вот этот вот плоды? специальных сушилках, да? 80-90 градусов, они высушились и только тогда поступают на завод. Понятно? Все понятно, прошу помнить. Идем дальше. Все, ребята, все уже устали, сели. Притяжись, Кирилл. Это специальная лавочка. Вот станция эта называется Ихи и лишайники, да? Ихи и лишайники. Где лишайники? Вон они, на дереве. Еще где? Еще. Где еще лишайники? На деревьяшке. А сзади оглянитесь. Там помеха. Там кругом лишайники, конечно. Вот скажите мне, лишайники к какому царству относятся? Маховиды. Царство. А, растения. У кого другие версии? Царство. Да, написано. Да. Грибов. Какие царства? Растения. Растения и царство грибов. Их условно относят как бы к растениям, а на самом деле они относятся к двум царствам. Царство растения и царство грибов. Почему? Лишайники это что? Они схожи. Это семья. Это мох, вернее, водоросль и плюс гриб. Представляете? И получается, что вот этот вот организм, он как бы не относится ни к кому. Это подружились два организма. Гиф и гриба. Гиф это что? Нити гриба. Да? Нити гриба. Вот. Гиф и гриба, нити гриба. И в нем запутанные водоросли, как правило, сине-зеленые водоросли или одноклеточные зеленые водоросли. И вот такой компанией они существуют уже миллионы лет. И получили название общее лишение. Как вы думаете, почему им выгодно такая вот жизнь? то, что дает в эту семью? Симбиоз. Ну, симбиоз называется, правильно? Совместное сожительство двух организмов, взаимовыгодное друг для друга. Это симбиоз. Правильно? Это пример симбиоза. Гриб что дает? Питоземничество. Он ветератров, то есть он только всасывать может, он сам не производит, да? А водоросль, она автотроф. Помните? Фототрофы. То есть водоросль, она фотосинтезирует. И получается, самое большое количество питательных веществ дает водоросль. Она вот на свету сидит и создает глюкозу, углеводы. Она создает питательные вещества. А прикрепление к субстрату, то есть вот где она зацепилась, видите, гриб, когда зацепился, и вытягивание оттуда воды и минеральных веществ, это дает кто? Гриб. И получается, вот такая вот у них совместная жизнь у лишайников. Их очень много форм. Есть накипные, есть листоватые, есть кустистые. Слышали? Такие разные формы грибов. Вот. И получается, что вот эти все виды грибов, вернее, все виды лишайников, они существуют миллионы лет и еще будут с этим бывать много миллионов лет, потому что они неприхотливы, потому что они друг другу помогают жить и потому что они оба производят, да, одни, вернее, одни достают минеральные вещества, а другие производят органические вещества. Скажите, какой знаменитый лишайник вы знаете в тундре? Какой вот знаменитый лишайник? Ягер. Ягер. Конечно. Вот вам подсказал у нас. Ягер, они называют олень и мух, но это не мух. Это кустистый лишайник. Еще есть кустистый лишайник бородач. Видели такой? Вот видели, когда фильм про бабу Яку и там слисает прямо от нас. Видели лишайники? Есть, на самом деле, такой лишайник бородач. Его очень много в европейской части России. И там заходят некоторые леса прямо выбегать потому что вот этот бородач он создает особую у нас бородача практически нет. По крайней мере мы как-то еще не встречаем. Вот. По лишайникам пожалуй пока все. По мхам. Вон они. Вот они мхи. Да. В основном у нас два вида мха. Это какие? Какой мх? Знаете? Ну вот, который темно-зелененький, это кукушкин-лён, да? А который светлый, зелененький, это сфагнум. Сфагнум в основном он на полотах, на таких медивных полотах. Его здесь вот у вас нету, да? А кукушкин-лён здесь есть. Здесь еще одна разновидность вха, но этот уже какой-то особый, только по-латыни. Вот. Кукушкин-лён видели? Да. Он зелененький, сверху у него ножка, и там маленькая коробочка в крышке. Что в этой коробочке в крышке? Это сперматозоиды. Нет, споры. Споры, да. И там споры, да. А сперматозоиды с ипциклетками уже будут в другом месте, когда спора упадет и тоже образует маленькую водоросль. Там уже пойдут другие вещи. Это смена поколений, но мы уже с вами говорили, что вы пока это не учили. Спорафиты, гометофиты не учили, да? Поэтому пока не будем. Когда вы это будете уже знать, тогда Уда Александровна добавит эту информацию и будет вас уже для старшеклассников. Вот. Ну, все. Дальше идем. Вот это какое дерево? Это? Осна. Сосна. Это сосна. Сосна? Обыкновенная, да? Да. А вот там дальше мы с вами смотрели. Это что? Береза. Береза какая? Бородавчатая. Бородавчатая или тоже обыкновенная? У нее три видовых названия. То есть бородавчатая, повислая и махнотая. Обыкновенная. А вот это вот что за деревья у нас? Осина. Осина или тополь дрожащий. Ты, наверное, молодой человек, скажешь, почему он дрожащий-то. Не скажу. Ну, как это? Здрасте. Почему тополь-то дрожит? Это особенность одного-единственного дерева в мире. Почему? Ну-ка. Лишь к черешку прикрепляется, как-то там по-особенному, да? Лишь как-то. Ну, он как бы не по-особенному, а просто листочек-то висит на черешке. Если у остальных деревьев листочек прикреплен к веточке, да, а то у этого на черешке висит. И чуть-чуть-чуть ветерок у нас подул, и мы прислушались с вами и слышим ветер в ушах. Так вот эта вот осина, она живет у нас с вами сколько лет? Так, ребята, мы про листины с вами говорили. Сколько лет? Пусть будет 80, 90, 100, 120 лет. То есть так же, как береза, допустим, растет. Но если береза у нас является лесообразующей породой, то есть это очень ценная порода, то осина – это вторая лесообразующая порода. Но она не так ценна, ребята, потому что у нее основная особенность в том, что это дерево болеет. Вырастает до определенного возраста, с 40-50 лет, и заболевает. Но это ценный продукт для изготовления необходимого предмета для мужчин, которые пользуются сигаретами. Что нужно сделать с сигаретами-то? Прикурить, да? А чем же будете прикурить? Спичками. Вот это 99% спичек изготавливается из осины, из нашей вот, из обыкновенной. Вот такая вот особенность, представляете? И из нее еще очень хорошие получаются... Раньше вообще делали вот мебель, крестьянские вот эти вот семьи, которые жили, делали из нее все. И мебель, и посуду, и ложки, и вилок. Когда не было, делали в кастрюле, варили в деревянных кастрюлях. Я вам серьезно говорю. Как можно варить в деревянных кастрюлях? А вот так вот, очень хорошо. Интересно, что там нужно сделать. А, я знаю, как. С помощью кастрюли. Бам там нагревается. Еще, знаете, из осины делает струбы для колодцев. Вот это вот. То есть она впитывает себя и отдает, про себя пропускает вот эту вот воду. И очень целебная получается вода, чистая вода. Особенно, знаете, еще осиновые дрова, наверное, топите дрова-то? Дровами. Какие лучше дрова? Это осиновые или березовые? Березовые лучше, но осиновые. Сина с березой тоже очень хорошо. Тоже очень хорошо. Это дерево, знаете, дерево-пылесос, вот лесники его называют. Почему? Потому что он очень быстро впитывает все, что в воздухе вот такое неприятное. Оно впитывает себя, пропускает через листья и перерабатывает потом кислород, который мы вот с вами дышим. Это порода, которая очень быстро восстанавливается после лесного пожара. Если, допустим, лес сгорел, вот этот вот с вами, сосновый, дошло до осинового леса, пожар может остановиться, потому что порода эта очень редко горит. И здесь получается у нас лесная площадь, которая сгорела, и вот эти вот семена, которые разлетаются, они быстро перелетают сюда, заселяются, ту почву, которая вот прогорела, очень хорошо приживается. Поэтому эта порода тоже называется пионером, которая быстро возобновляется. Но вы знаете, что тополь, это двудомное растение, да? Это что значит? Так, не поняла? Два дома. Двудомная. Так, вернемся и снова начнем экологическую трубку тогда. Два семечки. А? Две семечки. Две семечки. И одно дерево. Одно дерево у нас мужское, а второе женское. И они отличаются чем? Сережками. На мужском дереве растут сережки ярко такого, сиреневого цвета. А на женском дереве они немножечко зеленоватые. Поэтому в озеленении городских территорий какое дерево нужно садить? Мужское или женское? Женское дает как раз вот эту пульсу, которой задыхаются люди в городе. Следовательно, какое нужно садить? Мужское. Вот такая вот особенность. Хорошее дерево, да, вот у нас? Да. Это дерево очень хорошо еще переносит обрезку. А вот про березу я могу вам сказать. Это береза и рябина еще, вот вы знаете, это деревья, которые не обрезаются вообще. Обрезки не подлежат. Они очень и так красивые. А эти все остальные лиственные формируются. Идемте дальше. Ребята, я прошу тишины. Обратите внимание. Обратите внимание и послушайте звуки пения птины. Они радуются замечательной погоде. А может быть даже и нам с вами радуются. Что мы такие послушные, соблюдаем все правила. Тот самый первый баннер вспоминаем, да. И мы соблюдаем правила, ведем себя очень культурно на тропе экологической. Я рада вас встретить на следующем этапе. А наш этап, как вы все уже прочитали, все читали. Увидели все, где находится муравейник. Посмотрите, вот слева. Близко подходить не будем, да. Быстренько пробежимся. Я вам скажу, что мурадьи – это самые старые мастекомые. А кто знает, сколько им лет? Вы даже представить не можете, ребята. Им более 100 миллионов лет. Запомните эту цифру. Практически они обитают во всем мире. Исключение составляет Исландия, Гренландия и Антарктида. Антарктида. Запомнили? Антарктида. Существует более 9 тысяч видов муравьев. Если вы побываете в лесу, то вы увидите большого рыжего муравья. А вот если кто-то может дома бороться, проблема есть, есть, да, или на даче они очень любят забираться в сахарницу, очень любят сладенькое, то вы там увидите маленького черненького муравьишку, да. И очень много дачникам проблем они доставляют. Так, еще какой фактор, я вам расскажу, что. Обычный вот такой небольшой муравейник состоит из 6 миллионов хвоинок. Хвоинок и веточек. Обратите внимание. Кажется, ну что тут такого, да? А на самом деле вот такие цифры. Муравьи, как вы знаете, труженики. Утро до ночи. Они трудятся. Верхний слой, вот эти верхние хвоинки, они перетаскивают вовнутрь своего жилища. А внутренние хвоинки переносят наверх. Тем самым соблюдают вот такой вот, скажем, влажность в своем дому. Да? Строго, исключительно, как мы с вами, они проходят по трубкам друг за другом. И возвращаются тоже. Благодаря чему? Феромонам, которые они выделяют. То есть по феромонам они ориентируются. Еще расскажу самый интересный фактор, что главное занятие муравьев, это подготовка пищи. Но пищу они не потребляют. Да? Они приносят ее в муравейник, к царице, да? Кто такая царит мавка? Да, это самое главное, да? Да, царица, самка, она откладывает яйца. Все остальные самки уже, они не могут откладывать яйца, да? Пока жива самка. И продолжительность самки 20 лет. Самцы живут всего один сезон. То есть после спаривания они погибают, и уже участия в деятельности муравейника никакого не имеют. Посмотрите, как устроен муравейник. Вот здесь вот прямо перед вами схема, да? Высота примерно до одного метра. В этом муравейнике 50 надземных и 50 подземных этажей. Общая длина коридоров составляет, вы представляете, вот в таком маленьком, 100 километров. Можете представить, да? Масштабы. Сейчас я вам хочу раздать вот такие вот карточки. На них приметы. И каждый, вот кому, кто захочет, да, вытяните и вслух по очереди просто почитайте. И это будет для вашего знакомления. Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Прям по очереди громко. Мы с вами почитаем, и может быть кто-то что-то новое узнает. Пожалуйста, давайте. В большом муравейнике тогда можно увидеть небольшой комочек масла, который муравьи вызывают из собственного молока. Считается, что чудо-средство способное излечить любую болезнь человека. Вот. Видите? Вы знали об этом? Не знали. Пожалуйста, ваш. Нельзя разорять муравейник. Набор отвернется от вас. Вот так вот, ребята. Муравейники нельзя разорять. Удача от вас отвернется. Пожалуйста. Перед грозой муравьи начинают активно бегать по муравейнику. Запомнили примету? Да. То есть посмотрели на реакцию. Если они активно бегают, значит погода будет меняться. Так, пожалуйста, ваши приметы. Даже если муравей ушел далеко от дома, перед дождем он будет прятаться под кору или опавшиеся листья. Да, еще одна примета. Посмотрели, если вы находитесь в лесу, на муравья посмотрели, если он прячется под кору или под листьями, то ждать нужно дождя, не погоды. Пожалуйста, ваша примета. Муравьи спешат в свой дом, жди дождя. Вот тоже, да, примета такая. Пожалуйста, ребята, кто у нас все остался? Читайте громко выразить. В воздухе перед дождем меняется влажность и атмосферное давление. Поэтому муравьи бегут в укрытие от смертельного для них дождя. Муравьи нарастили в свой домик, предстоит холодная зима. Давайте посмотрим вот на этот муравейник. Как вы считаете, нарастили муравьи в свой домик? Да. Значит, зима будет лютая и холодная. Да. Будем утепляться, да, покупать валенки, да, и теплую одежду. Так, еще я вам расскажу про интересные факторы. Оказывается, муравьи очень справедливы. Не только трудолюбивы, но еще и справедливы. Они докармливают своих братьев, которые погибли на благо трудового долга. Всякие бывают моменты, да. Так вот, пока они его не докормят, пока они его, так скажем, на ноги не поднимут, они его в беде не бросают. Но очень строго относятся к тем муравьям, которые совсем никакую пользу не приносят. Они их просто-напросто убивают. Гляньте? Да. Значит, про трудолюбивость я вам скажу, что муравьи поднимают груз в то раз больше, чем они сами. И в народе говорят, вот, трудится, как муравей, да? Сусли, наверное. Поэтому это вот все это связано. Так, ну, все, наверное, быстренько прибежались, да? Когда вы будете ребятам рассказывать, младше вас, или постарше вас, или гостям, кто к вам приедет на экологическую тропу. Значит, всю информацию можно почитать в интернете. Литературу. Да. Давайте, кладите сюда. Значит, пожалуйста, да. Какие-то наглядные примеры можно, можно обыграть, можно там какую-нибудь взять историю или сказку, да? За основу. Так, это нужно собрать.